16 конференция, Саша, вау! Майская только, да, Боже мой? О, один Господь знает. Драгоценная. Вы знаете, сейчас я немножко хотел с вами поговорить. Я не хочу сегодня много загружать вас, конференция будет очень плотная. Хочу тихонечко войти сейчас с уникальными, просто некоторыми мыслями насчет нашей жизни. Вы заметили, как интересно сейчас шатается структура под названием христианство? Вы заметили это? А вы знаете, что я этому очень рад? Почему? Потому что только штормы проверят настоящее здание. Как я могу знать, что я строю на настоящем основании, пока мое основание не будет реально проверено? Кто-то со мной. Вы знаете, когда, вы знаете, все здания красивые, пока нет наводнений, штормов и ураганов. Все верят в Иисуса Христа, пока действительно твой фундамент не проверен. Вы знаете, самое интересное, ко мне люди подходят и говорят, Андрей, разве это все? Я говорю, что все? Ну мы же хотим больше. Я говорю, что? Кто-нибудь задавал вопрос? Вы знаете, что для невесты, кроме жениха, ничего не надо? Кроме жениха начинают искать те, для кого жених и никогда не являлся женихом. Я хочу, чтобы вы меня сейчас поняли. Я сегодня хочу говорить об идентичности Христа. Как проверить мою сущность? Как проверить сущность соседа? Как проверить сущность пастора, за которым я иду, церкви, в которой я нахожусь? В центре его существа должен находиться и Иисус Христос. Послушайте меня внимательно, семья. Как мне не сбиться с пути в это время? Взгляд на Иисуса Христа. Вы знаете, кто попадается на похотях? Те, кто никогда по-настоящему с Иисусом и не встретился. Когда я встретился с моим любимым Богом, я кроме Него ничего не хочу. Мне не нужны знамения, мне не нужны чудеса. Они должны следовать за теми, кто влюблен. Ай-яй-яй-яй-яй. Когда меняется приоритет, и церковь начинает следовать за чудесами, у нее проблема. У церкви единственная личность, за которой она должна преследовать, это Иисус Христос. Это моя любовь, это моя жизнь, это мой воздух, это все для меня. Это моя пища. Для невесты жениха всегда достаточно. Вы знаете, как бы было мне неприятно, если бы моей жене или тогда, может быть, моей невесте всегда чего-то недоставало. Вот представь, сижу я со своей невестой, и она такая, ну, разве это все, Андрей? Опа, а сейчас некоторые из вас задумались, не так ли? Вы заметили, вы знаете, что бы я подумал, как жених или как будущий муж? А я-то думал, что этого достаточно. А я думал, что моей любви к тебе и моего внимания достаточно. А оказывается, если невеста задает жениху такой вопрос, жених никогда и не был ее фокусом. Что такая тишина? Я не понял, я просто разговариваю здесь с вами. Мы просто по душам разговариваем. Я хочу задать тебе вопрос, драгоценный мой братик и сестричка. Что для тебя является фокусом и приоритетом? Я хочу задать тебе вопрос, что ты ищешь еще, кроме Христа? Если ты что-то ищешь, кроме Христа, тебе время попросить у него прощения и вернуться во святое святых. О-о-о. А менее и мало, понимаю. Вы знаете, наверное, сатане тяжело со мной, потому что мне пришлось лично много лет назад встретиться с Иисусом. Вы знаете, тяжело ввести заблуждение того, кто лично знает Иисуса Христа. Тяжело сбить с толку того, кто встретился со своей любовью, со своим любимым и больше ничего в жизни не хочу. Семья, я еще раз говорю, я кроме него ничего не хочу. Когда ты начнешь преследовать действительно Его, вы не представляете, по умолчанию все начнет принадлежать тебе. Знаете, почему церковь нищая? Потому что она никогда не преследовала Христа. Вы не поняли меня. Когда ты преследуешь своего жениха, он награждает тебя всем тем, что он имеет. Почему церковь нищая? Потому что она никогда Его не преследовала. Она всегда что-то хочет от Него. Вопрос. Как долго ты будешь следовать за Христом, если с этого дня ты больше ничего от Него не получишь, кроме Него? Интересный вопрос, а? Я думаю, тебе надо минуточку задуматься над этим. Будет ли тебе нужен Иисус, если кроме Него ты больше ничего не получишь никогда? Ни благословений, ни финансового прорыва, которого мы так и ждем. Ни мужа от Господа. Никакого мужа вообще не получишь. Вот будешь с Господом. Сейчас кого-то напугал. Я не говорю, что это будет. Я говорю, а что если? И вы знаете, когда Иисус мне задал эти вопросы, семья мне нужно было честно посмотреть в моем сердце. А я сказал, Иисус, а мне все равно. Где угодно, но только с тобой. Семья, как вам объяснить? Иисус награждает своей идентичностью тех, кто кроме Него ничего не хочет. Христиане превратились в коллекционеров. Я Христа уже имел. У тебя еще что-нибудь есть? Вы меня не поняли сейчас. Христиане превратились в коллекционеров. Что у тебя сейчас есть? Сейчас на маркете грибы, кстати, продаются недорого. Можешь выгрести грибов. Сейчас на маркете продается христианская йога. На маркете продается эзотерика. На маркете продается сейчас христианская психология. Все это последствия того, как далеко церковь ушла от Христа. Семья, вы еще раз, я еще раз вам повторяю. Когда церковь действительно возьмет курс на Христа, она ни в чем нуждаться не будет. Если бы вы услышали меня. Когда фокус будет он. Поймите, когда я понял, что моей жене... Вы знаете, как мужчины ценят теми женщинами или теми девушками, которые встречаются с ними и выбирают их? Даже если у тебя ничего нет. Но самое интересное, когда она выбрала тебя, это значит по умолчанию, все, что ты имеешь и будешь иметь, будет принадлежать и ей. Поймите, семья, Иисус хочет тебя вознаградить. Но Он хочет понять, что кроме Него ты больше ничего не хочешь. Как вам объяснить это? Кто-то понимает, о чем я говорю сейчас? Поймите, дорогие, что все взаимоотношения, которые Иисус хочет принести, это семья. Скажи мне, какая выгода у семьи? Задумайся. Какая выгода у семьи? Никакой она семья. Никакой. Никакой. Проблема сегодняшнего движения, она хочет помочь тебе стать Богом. Вы заметили это? Тебе хотят помочь стать Богом. Тебя хотят снять все невзгоды. Тебя хотят вылечить, отформатировать и сделать тебя совершенным. Интересная теология пошла. Никогда не думал, Саша, когда начинали эти конференции, что мы сюда приплывем. Никогда не думал, что Христос станет просто еще одной, знаете, такой книжечкой на полочке. Для меня семья, он моя абсолютная жизнь, он моя судьба, он мой воздух, он мой кислород. Я прошу сейчас, дорогие мои, мне нравится это время, чем сейчас время переосмотреть свой путь. Не так ли? Сейчас время переосмотреть, что же я действительно хочу. Что, кого я ищу. Что является моей ценностью? Интересные вопросы. И сейчас на маркете, вы заметили, как поднимается такое? На маркете культы личности тебе предлагают новое движение, новые вещи. Дорогие мои, послушайте внимательно. Я хочу иметь то, что имели ученики. Я хочу преследовать то, что преследуют ученики. Я хочу видеть то, что Иисус сказал. Урверовавших будут сопровождать. Бесов будут изгонять, больных будут исцелять. Моя миссия не изменилась вообще. Моя миссия продолжает оставаться. Вырывать души из ада. Ну, мы вырвались уже из ада. Пастор, что нам сейчас делать? Нам скучно стало в церкви. Какое хобби предлагаешь ты? Вы заметили, что когда ты действительно ходишь с Иисусом, семья, вот моя мечта, вот моя мечта. Где бы я ни появлялся, я хочу, чтобы доминировала его личность. Если кто-то понимает, Библия говорит, Слово Божие говорит, Иоанн, креститель говорит, мне надлежит становиться меньше, умоляться. Ему надлежит становиться больше. Дорогие мои, это духовный принцип возраста человека во Христе. Всякий раз, когда ты должен встречаться со мной, меня должно быть меньше, и Христа должно быть больше. Всякий раз, когда ты встречаешься с человеком, который действительно ходит с Богом, ты в нем будешь опять и опять видеть Бога больше. И это не связано вообще ни с финансами, ни с успехом, ни с просмотрами, ни лайками, ни твоим стажем и репутацией. Это связано с атмосферой, с которой ты ходишь. Чем ты окутан? Я хочу быть одетым во Христа, семья. Я хочу быть окутанным в моего любимого. И я не хочу, чтобы ты ничего не видел, кроме Него. Семья, поймите, о чем я говорю. Меня должно становиться меньше и меньше и меньше. Его должно становиться больше. Не собьешь ты меня на некую похоть. Не собьешь ты меня ни на грибы, ни на какие-то там астралы, ни на какие-то там проявления какой-то очередной ерунды. У меня одно единственное. Я хочу познать Его, как Он познал меня. Кто-то слышит меня? Я хочу познать Его, как Он познал меня. Я преследую только Его. Знаешь, почему меня тяжело накормить чем-то, потому что я кроме Него ничего не хочу? Знаешь, почему церковь уводят так легко с истин? Потому что она хочет что угодно, кроме действительно Иисуса Христа. Вы заметили, как Иисус Христос сделал себя доступным? Просто сделай шаг, инвестируй. Но как легче идти за кем-то, чем копать самому? Насколько легче? А я отказываюсь кушать пищу, приготовленную чужими руками себе. Я не знаю, может быть, это я. Но я хочу видеть моего Бога. Я хочу слышать Его голос. Я хочу, чтобы Он касался меня лично. Я люблю служение, но я вырос из того, чтобы мне служили чьи-то люди, чьи-то руки, чьи-то голоса, чьи-то откровения. Я вырос в то, что я хочу только Его. Его руки, Его голос, Его объятия, Его любовь. Я хочу Его семья. Я хочу Его, я ищу Его, я преследую Его. Мне не надо развлечения христианские, мне не надо чувствовать что-то. Я хочу, чтобы Он был на мне, во мне и двигался через меня. Это все. Уникально, как в христианстве Христос перестал быть популярным. Вы заметили? В христианстве Христос сейчас популярно что угодно. Люди преследуют откровения. Вы знаете, что люди сейчас поклоняются не Иисусу, а информации? Вы заметили это? Бог нашего времени сейчас. Это информация. Все преследуют, питаются, качают и подсаживаются на источники информации. Информация стала Богом. А вы знаете, что такое информация? Это дерево познания добра и зла. О! Это дерево познания добра и зла. Информация. Мы ничего с этой информацией не делаем, мы просто ее потребляем. Тоннами. Знаешь ли ты, что ты сейчас настолько глубок, настолько знаешь и мудр, как не были мудры никакое поколение до тебя вообще? Вы даже не представляете, что я сейчас сказал. В тебе столько информации. Мы, наверное, самое информативное и самое бесполезное христианство. Извини, я честно говорю. Окей? Мы самое информативное. Мы знаем все. Но что мы делаем в реальности, семья? Что мы делаем? Мы христианские коллекционеры. Мы коллекционируем. Да, слышал я этого проповедника. Да, прекрасно. Да. А этого слушал? Нет. Этого нужно продегустировать тоже. Да, сейчас. О, да. Да, эти. О, да. Ну да, этот уже не на том уровне. Господи Боже. А этого пробовал? Пробовал. Не зашел немножко. Не зашел. Не зашел. Поймите, дорогие, когда ты открываешь рот, говорит тот, кем ты побежден. Какое уникальное. Семья, когда ты открываешь рот, когда ты начинаешь действие, мы всегда с вами двигаемся из той личности, из той идентичности, какой мы побеждены. Ты побежден своим эго, твое эго будет двигаться. Ты побежден чем-то другим, ты будешь двигаться. Ты побежден Христом, ты увидишь, что Христос будет делать в твоей жизни. О, как я хочу быть с Ним. Как я хочу углубиться в Него. Как я хочу понять то, что только Он может открыть. Семья, днями и ночами я хочу быть с моим любимым. Мне ничего не интересно, семья. Кто-то понимает, о чем я говорю? Семья, я прошу вас прямо сейчас, это уникальное время, свергнуть все и вернуться назад в свою первую чистейшую любовь. А, Иисус! Итак, чем ты побежден, чем ты захвачен? , говорит, 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 то, что тобой обладает. Иисус, я прошу Тебя, захвати это поколение. Иисус, я прошу Тебя, коснись это поколение Семья, все, что нужно, проси Его открыться тебе Просто попроси Его Семья, знаете ли вы, что... Мы вот сейчас с ребятами ехали вот сюда И я говорю, не обманешь ты меня подделкой Вы знаете, я был в Советском Союзе, я вырос И я знаю, что такое дюшес И только захлопали моего возраста люди И вы знаете, у нас сейчас много открылось в Америке Много открылось русских магазинов И там начали мешать разные напитки, знаете, ну как бы Наши типа советские напитки Там буратино, там квас, там дюшес И сын мой тоже, знаете, пошел там купил в русском магазине дюшес Говорит, папа, я купил твой напиток детства Я такой отпил Говорю, сынок, эта баланда даже рядом с дюшесом не лежала Семья, не обманешь ты того, кто знает оригинал Не обманешь ты того, кто знает оригинал Семья, сейчас время познать оригинал Не узнать, кто же сейчас следующий Да после следующего будет еще один Сейчас вы будете удивляться, насколько люди будут путаться в своих же собственных откровениях Семья, единственная личность, которая не заблудится, которая знает оригинал Я вам уже рассказывал эту историю, как людей учат в банках отличать оригинала подделки Они целыми днями трогают, нюхают и считают настоящие купюры Они подделок не видят никогда И потом они начинают потихоньку подкладывать подделку И тот, кто щупал целые несколько месяцев оригинал Мгновенно различает даже шелест, даже структуру бумаги Мгновенно Семья, все, что нужно, это знать оригинал Проводишь ли ты время с оригиналом? Или ты ищешь альтернативные источники? Семья, почему я об этом говорю? Потому что сейчас все кричит Иисус кричит, вернись ко мне Сейчас такие турбуленции в мире Вы заметили, что сейчас творится? Ты не знаешь, что завтра будет И это уже действительно настоящая фраза Мы ее, знаете, когда 10 лет назад я ее говорил Я такой, я не знаю, что завтра буду В носе сижу, думаю, да знаю, что завтра будет То же самое, что и сегодня Сегодня, я говорю, я не знаю, что завтра будет Это никто из нас точно не знает, что завтра будет Завтра может такое вытвориться Сейчас вообще, семья, единственная, что может тебя держать Семья, те, кто действительно будут искать Бога Они будут двигаться только, они будут искать тех, кто утвержден и не движим никакими ветрами Кто-то понимает? Единственная мечта Это познакомить тебя с живым Богом Единственная твоя мечта Это указать людям Люди будут смотреть на тебя и удивляться Почему ты не движим? Почему тебя не расшатать? Почему тебя не увлечь? Почему тебе ничего не подбросить? Почему ты недвижим? Потому что я знаю Дюшес Советского Союза Не надо мне рассказывать, какой квас, похожий на желтую бочку Я пил квас желтой бочки Когда весь город сосал и облизывал один и тот же стакан Я знаю Весь город этот граненый стакан облизал В этом газированном аппарате Молодежь не понимает Ты сейчас смеешься, а твои дети даже не понимают, о чем пастор говорит Какой граненый стакан во всем городе Ты не представляешь, о чем я говорю Даже алкоголики пили и назад его возвращали У нас настолько все были честные Он выпил и потом пришел и назад его предпоставил Почему? Потому что завтра пить надо И надо, чтобы стакан был назад на месте Когда говоришь ты, говорит тот, кто натронет твоего сердца Кто натронет твоего сердца Бог мой, я так благодарен Иисусу Христу Семья, я прошу вас, сейчас время Еще больше и больше углубиться во Христа Еще больше и больше схватиться за Него Сейчас не время жить чувствами вообще Сейчас время двигаться из знания Кто-то понимает, о чем я говорю? Из знания, почему? Потому что тебя чувства подведут в одно мгновение В одно мгновение О, я не чувствую, я не чувствую, мы не двигаемся чувствами Семья Мы двигаемся верой в Бога Который никогда меня и тебя не оставит Никогда Поймите Иисус хочет употребить тебя Но перед тем, он употребит тебя Он должен освободить тебя Если он не освободит тебя Ты будешь нести часть себя Кто-то слышит меня? Недавно мне Нам в церковь подарили компьютер Послушайте, интересная история Настоящая история В церковь просто парень принес и говорит Я хочу просто подарить компьютер Он подарил компьютер, дал нам все Но самое интересное На компьютере было очень много установлено его программ Понимаете, да, о чем я говорю? Разных-разных программ И эти программы нельзя было удалить Без его пасворда Понимаете, да? Ребята и так, и сяк пытались применить этот компьютер Он говорит Андрей, мы должны этого парня найти Я говорю, почему? Он должен помочь нам все с него стереть Потому что, говорит, мы не можем установить наше Пока то там болтается и мешает нам работать И вы знаете, мы нашли этого парня Он нам дал все пасворды Он помог нам все Полностью стереть все И во время того, как он сидит передо мной И удаляет, удаляет, удаляет Все приводит в состояние чистоты и порядка Нуля Бог говорит, вот так и я Работаю со всеми вами Говорит, я не могу вас по-настоящему потребить Потому что вы начнете захватывать Эту операционную систему Вы начнете действовать Делать то, что вам хочется Он говорит, если ты хочешь посвятить это мне Посвяти это полностью мне И дай мне удалить все Что ты хотел бы употребить Или когда-нибудь употребить Позволь мне вычистить тебя Чтобы потом, когда я начну употреблять тебя Люди действительно могли видеть только меня Потому что, поймите семья Потому что, как только мы открывали программы Ты компьютер включаешь Там сразу было написано имя этого парня Кто-то понимает, компьютер включается Здравствуй, я не буду его имя назвать Здравствуй, такой-то, такой-то А компьютер уже не его И Бог говорит, вот я не могу использовать Пока я не удалю прошлого юзера Семья, когда ты ему посвящаешь свою жизнь Первое, что Бог занимается Он удаляет с тебя юзера Потому что юзер будет юзать Потому что до Христа ты был Простой компьютер С тремя программами А тут ты посвятил себя И ты стал просто бомбой На тебя нагрузили Ты просто нереально А там Андрюху не удалили Он там, hello Иисус, удали Чтобы только был ты Вы заметили, семья Что по-настоящему людьми С которыми ты встречаешься После них остается послевкусие Если это люди Христа Послевкусие Христа остается Ты пообщался с этим человеком Или ты услышал его поклонение Проповедь, молитву Или прославление Тебя сразу тянет в его источник Заметьте, мы все можем друг другу Рассказать любые сказки Но мы не можем подделать Нашу проекцию Нашу натуру Кто-то понимает? Почему? Потому что Вы заметили, что мы больше Друг друга с вами не слушаем Мы друг друга больше чувствуем И переживаем Мы люди, мы совершенно по-другому Мы интуитивно друг с другом общаемся Тебе человек может рассказывать Такие вещи классные Ты потом поворачиваешься и говоришь Слушай, какой гордец А он о гордости ничего не говорил Ты пронюхал Ты вычислил Ты понял Потому что ты пережил человека И поэтому Бог хочет работать Не с тем, что ты говоришь А с тем, кем ты являешься Вот почему сейчас в твоей жизни Шатаются фундаменты Потому что Иисус хочет Себя установить Остановить Иисус как-то невыгодно Все приходят ко мне И видят только тебя А меня? А ты умри Умри Так легче будет и тебе, и Ебу А то ты там еще с Христом Начнешь делить Что кому принадлежит Что кто сделал И потом, как на выходоносор Будешь, не моя ли рука Построила все это И потом начинаешь Мычать где-то на лужайке Что произошло? Господь просто отошел И дал тебе пережить твою натуру Подсознательно мы несем И проектируем то, кем мы покорены Я хочу быть покорен Христом Моя мечта, семья Быть покоренным Христом Чтобы всякий раз Когда люди слышали Переживали Приезжали на конференцию Были на энкаунтере Просто соприказались На них оставался налет И голод по Иисусу Христу После этой конференции Тебя должно потянуть Не на следующую конференцию А глубже В личные взаимоотношения С Богом Семья, поймите Нет особых людей Нет Мы выбираем расстояние На котором Иисус С нами находится Вы знаете, почему Иисус Избрал семейные взаимоотношения? Никто не задавал Почему Он называет нас Ни слугами, ни рабами Ни наемниками? Почему Он не называет Себя начальником? Рабовладельцем? Почему Он называет Себя отцом, а тебя Называет сыном и дочерью? Потому что это Самые близкие взаимоотношения Семья, поймите О чем я говорю Сейчас Моя благодать Распространяется Ровно столько Насколько люди Находятся по отношению Ко мне близко или далеко Кто-то слышит? То есть Если сейчас Кто-то скажет Андрей, помоги Я скажу Я не против помочь А кто ты? И здесь звонит Мне мой сын И говорит Папа У меня что-то случилось Я ложу микрофон И беру билет на самолет Кто-то слышит? Кто-то слышит О чем я сейчас говорю? Мое действие Определяется Расстоянием Которое ты сделал Если вы услышали Что я сейчас говорю Семья Вы хотите иметь доступ К тайнам Бога? Будьте рядом С его сердцем Послушайте меня Я знаю Все тайны Моей жены И она знает Мои Не потому что Я решил рассказать А потому что Я дал ей доступ Быть так близко Что видно Все Если вы поняли О чем я сейчас говорю Иисус Выбрал расстояние Но мы решаем Как близко мы будем К нему себе Ты хочешь иметь мудрость? Она тебя ждет На определенном расстоянии По отношению к Христу Ты ее не имеешь Не потому что Иисус от тебя прячет Мудрость или знание А потому что Ты не хочешь Подойти ближе Потому что Это ближе И тебе и мне Стоит чего-то будет Вы заметили Мы хотим Христа Но не настолько близко Потому что Если я буду близко с Ним Он начнет быть Моей вселенной Это значит Мне нужно будет Все оставить То есть Тебе, Христос И мне Чего-то стоить будет Легче питаться От кого-то Кто находится Рядом с Иисусом Вроде и получаешь Информацию И цену не платишь Но семья Поймите Что мечта Иисуса Христа Чтобы каждый Лежал у груди Вы знаете Что Иоанн Был любимым учеником Не потому что Его выбрал Иисус А потому что Иоанн Выбрал Иисуса Вы знаете Что мне Я говорю Бог открой мне Он говорит Приходи Если вы поняли Что я сейчас сказал Я говорю Иисус Открой мне Я хочу ходить Я хочу ходить Я хочу быть рядышком Я хочу слышать Тайны твоего сердца Он говорит Добро пожаловать Семья У каждого из вас Прямо сейчас Есть абсолютный доступ Никто не меньше Никто не больше Мы все На одном уровне Мы все Выбираем Расстояние По отношению к Христу Просто кто-то Откладывает все А для кого-то Этот мир И эта суета дороже Кто-то Оставляет все И говорит Иисус Несмотря ни на что Я хочу быть с тобой Почему? Потому что Я хочу быть рядом с тобой Я хочу слышать Секреты твои Я хочу слышать Шепот твой Я хочу слышать Твою любовь ко мне Я хочу Чувствовать твои объятия Иисус говорит Добро пожаловать Сынок Добро пожаловать Семья Я прошу вас После этой конференции Пожалуйста Укоротите Ваше расстояние По отношению к Иисусу Вам не нужен проповедник Вам не нужно Служение Вам не нужно В какой-то церкви Продвинуться По лестнице По карьерной Духовной Чтобы ближе Быть пастору Сидеть на первом ряду Я хочу быть около Христа Не информацию о нем А его Есть разница Можно всю жизнь Узнавать о нем И никогда не знать его Всю жизнь изучать Насчет кого-то Петь насчет кого-то Но никогда не знать Лично его Вы знаете Одно из самых Огромных разочарований Которые я читаю В Библии Которые люди получат Представляете Они прибегут к Нему И скажут Мы Все делали Во имя Твое Помните Что Иисус скажет Я вас Не знаю Вы заметили Что все отношения Христа Зависят Вообще Ни на чем Ни на чем Что ты хочешь Делать для Него Или делаешь для Него Вообще Все Все отношения Христа С тобой Именно на том Знает ли Он Тебя А ты Его Семья Это все Ты скажешь мне Пастор Так что мне Сейчас делать Семья Тебе не надо Некоторые рвутся Там Господи Я хочу в призвание Зачем оно тебе надо Во пастор Бомбу скинул Ты же вчера говорил Идите все в призвание Семья Призвание Активируется Близостью С Христом Вы думаете Боже Вы думаете Вы слышите Вот этих Поклонников Как Бэтл Или Дизис Калчер Вы знаете О чем я говорю Вы думаете Вы слышите О них Нет Вы услышали Их интимный Разговор С Иисусом Который Иисус Разрешил Всем услышать Вы услышали Меня Я еще раз Повторю Иисус Позволил Нам Услышать Разговор Этих Поклонников Он просто Позволил Чтобы это Все услышали Но это Во-первых Услышал Иисус И он Решил Чтобы это Услышало Тело Семья О чем я Говорю Все Очень Просто Взаимоотношения 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 Где Твои Взаимоотношения Не твои дела Не твои контейнера С гуманитарной помощью Не твоя Кормлежка Голодных Не твоя Помощь Кому-то Малоимущему Нет Где Твое Какое Твое Расстояние По отношению Твоего Любимого Спасителя И жениха Тайны Я узнаю Не из-за того Что мне их Кто-то Рассказывает А я узнаю Из-за расстояния На котором Я нахожусь Саша Меня возит В машине Сейчас Всю неделю Я по умолчанию Слышу Его разговоры Вижу Его действия Вижу Его мысли Вижу Его радость Вижу Его боль Не так ли Саша И он Мою Семья И он Не решает Это рассказывать Я просто Мы просто Решили Быть рядом И поэтому По умолчанию Начинаем Видеть И слышать Все Если ты Хочешь Быть Действительно Пойти На настоящую Глубину Укороти Своё расстояние По отношению Духа Святого Семья Серьезно Просто скажи Мой любимый С этого дня С этого вечера С этой Недели Прямо Сейчас Я укорачиваю Мое расстояние Почему? Потому что я хочу быть с тобой Потому что я хочу знать тебя Потому что я хочу слышать тебя Хочу переживать тебя Тебя никто Никогда Не введет в заблуждение Когда ты знаешь Того о ком говорят Лично Знаете ли вы Что сейчас Какая-то выйдет сплетня Насчет Андрея Шаповалова Очередная Их много ходит Разных Некоторые даже Самому мне интересно Послушать Прикольные Знаете ли вы Что В сплетню Поверит кто-то Который не знает меня Но вы знаете Что в сплетню Никогда не поверит Александр Знаете почему? Потому что Он знает меня Семья О чем я говорю Вы чувствуете сейчас Месседж О чем я говорю сейчас Я говорю сейчас О близости Которая решает Все Не надо Ничего Никого Кроме Его Семья Евангелие Настолько просто Все что тебе нужно Это быть С ним Точка Но мы же Изобретаем Такие виражи Такие пути Чтобы миновать Почему? Потому что Я знаю Как Сколько мне стоит Ходить в то В чем я хожу Я знаю Сколько мне стоит Всего Но это Стоит того Почему? Потому что Доступ Взаимоотношения И любовь Которую я имею И представляете Дорогие Это для всех Доступно Прямо Сейчас Никто здесь В зале Не скажет Иисус Ты с ним Говорил больше Иисус Говорит Я с ним Говорил больше Потому что Он пришел Ко мне И сел рядом Потому что Кто-то Марфил А кто-то Мариил Кто-то Решил Быть Марией А кто-то Просто Вот Иисус Вот будем Я тут Рядом Иисус Я тут И тогда Марфа Мелькает Знаешь Мелькает Залетело Вылетело Залетело Вылетело А Мария Решила Просто сидеть Да лесом Эту еду Вот сидит Еда Рядом Со мной Я хочу Вот это Покушать Пусть Не обращ Какая Я хочу Иисуса Христа Семья Сделай Его фокусом Сделай Его приоритетом Сделай Его целью Своей жизни Самое утро Я просыпаюсь Семья И первый Мой разговор С ним Я говорю Ты моя цель И ты моя награда Семья Можешь себе представить Ты никогда Не будешь Ничего искать Если твоя награда Уже рядом с тобой Тебя никуда не заведут Потому что ты уже с ним Тебе никто Ничего о нем Не расскажет Потому что Он сам тебе Расскажет о себе Он тебе откроет Вещи Которые никто Не знал И не слышал И потом Когда ты будешь С ними делиться Семья Вы думаете Меня узнали Потому что Я начал Пиариться Проплачивать Я начал Платить Там Рекламы Нет Бог Просто решил Чтобы мой личный Разговор с Иисусом Еще пару человек Услышала Кто-то слышит Мне вообще Неинтересно Кто Где Когда Все что я делаю Я преследую Моего любимого Каждый день Все О Иисус Иисус Сколько у нас времени Еще немножко Есть Мне неинтересно Мне неинтересен Статус Людей Мне неинтересно Финансовое положение Капитал Людей Мне неинтересны Связи Которые люди Имеют Я ищу Глубинах И глубину Христа В тебе Семья Послушайте Знаете Что Когда я встречаюсь С людьми Все что я ищу Это грань Христа В тебе Которую мне Не достает Если вы услышали Что я сейчас говорю Иисус Не дал нам Все Он дал нам Всем По чуть-чуть Себя Вот почему Тело Нуждается Друг в друге Потому что Ты несешь грань Которой Я нуждаюсь Я несу грань В которой Ты нуждаешься И когда я ищу Когда я с тобой В присутствии Я не ищу тебя Я ищу твоего Личного разговора С Христом Которого я не имел Ты имел Кто-то понимает Глубину Наша ценность Это ту грань Которую мы носим И эта грань Может работать Только в том случае Если ее лично Получил ты От Христа Почему вас касается Это Потому что Эта грань Получена Лично От Него И люди ставят И они говорят Вау Сейчас И ты знаешь Что такое Семья Бога Сыновья Бога Это сейчас Ты приехал на конференцию И сейчас Ты обогатился От этого служения Сейчас скоро Будет служить Джереми Миранда Ты обогатишься От того и от того Служения И ты увидишь Намного богаче Чем ты приехал Кто-то слышит меня? Семья Вот это Семья Бога Я не пришел Тебе показать Себя Я пришел Тебе подарить Часть Его Которую Он Открыл мне Все И ты переживаешь Не меня Вот почему Оно касается Потому что Ты переживаешь Часть Его Просто через Этот сосуд И все Пожалуйста Каждый из вас Имеет потенциал Носить грань Христа Которая не открыта Никому А только тебе Потому что Твоя жизнь Настолько уникальна Что эти откровения Получишь Только ты Вот почему Ты абсолютно важен И необходим Для тела Иисуса Христа Вот почему Мне интересно Когда мы Собираемся С ребятами С пасторами Мы просто Рассказываем Друг другу Семья Поймите Мы сидим В автобусе Мы два часа Проехали Мы обогатились Не так ли Мы обогатились Почему Потому что Каждый из нас Поделился Иисусом Христом Каждый из нас Поделился Какой-то гранью Каким-то уникальным Откровением Иисус 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 Как я тебя Люблю Любимый Ты моя жизнь Ты моя цель Ты мое сокровище Семья Некоторые люди Даже не понимают Кто-то себя Там знаете Понапридумывал Там себя богами Сделали Там равным Себя Иисусу Сделали Семья Это просто Люди это говорят До тех пор Пока они Лично с ним Не встретились Родненькие мои Родные мои Я тоже Когда-то Представлял Как будет Мое отношение К Иисусу Что будет Что будет Происходить Когда я Я его увижу Я его увижу Не просто Почувствую Мы все Его чувствуем Я имею Ввиду Когда я Увижу Его Лицом К лицу Семья Некоторые люди Знаете Кто вот эти Кичатся Там О Христос Это Те кто Никогда еще С ним Не встречались Родные Когда ты Попадаешь В присутствие Твоего Спасителя Твой Дух Автоматически Начинает Делать Действия Которые Ты не Контролируешь Твой Дух Поклоняется Творцу И Спасителю Семья Если Вы слышали Что я говорю Мои колени Не Подчиняются Мне Они говорят Делай Что хочешь Мы Преклоняемся Семья Люди Даже Люди Думают Ой Я Да Христос Да Мы Семья Это Это Говорят Только Те Которые Еще С ним По Настоящему Не Встречались Лицом К лицу Это Все равно Что Сейчас Подойти К резетке Взять За Вот эти 220 Провод И сказать Своему Телу Не Реагируй Твое Тело Такой Танец Вытанцовывать Будет И тебя Спрашивать Не Будет Дорогие мои Это Электричество А представь Ты сталкиваешься Со своим Творцом И не просто Творцом Творцом Вселенной Бог мой Знаешь Почему Библия Говорит Всякое Колено Все Преклонятся Все И на земле И на небе И под землей Все Преклонятся Потому что Как только Он явится Сейчас Бог Прячется Так надо Потому что Он готовит Ту Которая Хочет Его Если сейчас Он всем Явится Все 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 захотят Быть с ним Все покаются Но почему Бог втайне Потому что Он ищет Ту Которая Действительно Хочет быть С ним И любит Его Это Другими словами Как У нас В Америке Много лет назад Была передача Богатейший Миллиардер Даже не Миллионер Миллиардер Он захотел Захотел Жениться Это было Целое шоу Он захотел Жениться Его скрывали Скрытыми камерами Он переоделся В простого человека Он ездил На простой Простой машинке Он абсолютно Ничего Ни себя не представлял И ему задают вопрос Те кто Снимают Это шоу Это реал Те шоу Он снимает Зачем ты Это сделал Зачем ты Переоделся С неба Снял Все Убрал Свой Роллс Ройс Спрятал Свою Виллу Свои Несколько Домов Все Попрятал Свой бизнес Своё имя Все поменял Полностью Ездит На простой Машинке Простая Квартирка У него Ничего Особенного Потому что Только так Я могу Быть уверен Что полюбили Меня Семья Я сижу Я смотрю Этого человека Этого богатого человека Потому что Он говорит Я не уверен Если я все покажу Будет ли любовь настоящая Кто-то услышал Сейчас что я сказал Семья Вот почему Бог сейчас Такой Незаметный Такой Простой Такой Странный Почему Бог Не Бог Потому что Он ищет Ту Которая влюбится В него Несмотря ни на что Семья Послушайте Он ищет Ту Которая влюбится В него Ничего От него Ожидать не будет Он ищет Ту Которая Просто без ума Будет от него И искать его И я Иисусу Так и говорю Ничего Мне больше Не давай Потому что Я хочу Быть уверен Что я люблю Тебя А не что-то От тебя Ничего Мне больше Не давай Потому что Я хочу Быть уверен Что я иду За тобой Я вам задаю Вопрос Всем Семья Такой же Как и себе Если сейчас Больше ничего Бог для тебя Не сделает Где остановится Твоя любовь Хорошая мысль Подумать Хорошая мысль Подумать Потому что Настоящая любовь Проверяется Именно тогда Когда тебе Не дают Ничего А только Любовь Какая тишина Мне так нравится Значит Думаем Да Думаем И все Сейчас сели И подумали Блин Вот сейчас Представь Я молюсь За исцеление Никогда Исцеление Не придет Буду любить Христа Вот никогда Не женюсь Замуж Не выйду Бизнес Не получу Квартиру Не куплю Ничего С долгов Не выйду Никогда Все Что ты будешь Делать Это любить Иисуса Христа И назад Будешь получать Только любовь Больше ничего Готов? Кто-то Откровение Получает Аллилуйя Вот эту Реакцию Я и жду Потому что Вот это Я Примерно Каждое Утро Yes Yes Jesus Иисус Только ты Ничего Только ты Только твои объятия Только твоя любовь В обнимку с Библией В обнимку с Его Словом В обнимку с Его Откровениями И я Иисусу говорю Дорогой Ничего не надо Вы заметили Сколько христиан Сейчас следует за Христом Потому что Они от Него Что-то ожидают Вот я тебе сейчас говорю Я знаю Я тебя напугал сейчас Я тебя напугаю Еще больше Вот сейчас Ничего не ожидает От этой конференции Кроме близости С Ним Больше ничего Аааа Ага Потому что Мы По умолчанию Что-то и для себя Отрезать хотим Что-нибудь Увести с собой А Иисус говорит А меня увести Кто с собой хочет Ооо Я хочу Оео Оео Хорошая реакция Правильная реакция Аллилуйя Я дома Я дома Потому что Я Я-то тут Нормально выгляжу Эймен Но я Безумен Христа ради Оео Не переживай Это правильная Атмосфера Все хорошо Кто-то получает Откровение О любви Христа Эймен Эймен Уу Ес Семья Мы здесь Чтобы пережить Его любовь Чтобы отдать Ему любовь Я ничего От него Не хочу Когда мне Иисус Задал этот вопрос Сынок Если больше Ничего Никогда Ты будешь идти за мной О я Я сделал паузу Потому что Я тоже задумался И вы знаете Как много в себе Я нашел Мотивов Не просто То что плохих Я даже их не строил Они там просто По умолчанию Где-то на полочке Лежали Вот я иду с Христом И как бы Ну и там На полочке Как-то какое-то Ну желание лежит Бог говорит Вычести полочку Я говорю Зачем Он говорит Все что тебе надо Это я Почему Потому что Только тебе что-то нужно будет Я тебе дам Вы не услышали меня Как вам объяснить Что такое Взаимоотношение Бога и Его сыновей Или отца и сына Я не даю Сыну Ничего Но как только Мы идем вместе Я не просто не сижу Ему На тебе На тебе Не-не-не Такого же нет отношений Но сын Имеет мгновенный доступ Когда ему это нужно Когда отец рядом Кто-то понимает О чем я говорю То есть Иисус говорит Если я тебе что-то не дал Это значит Оно тебе не надо Если бы услышали Мы с вами молимся Бог дай Бог говорит Три раза попросил Я говорю Да, Господи Он говорит Больше не проси Во-первых Я не глухой Во-вторых Оно тебе не надо И вы знаете Как я научился Просто Богу доверять Я говорю Бог попросил раз Попросил два Попросил три Подождал Немножко ничего не приходит Спасибо тебе Бог За то, что ты меня не услышал Серьезно Потому что А вдруг тебя Бог услышит И ты что-то получишь И потом такое получишь Израиль тоже царя выпросил Потом не знали Куда деваться От этого царя Семья Послушайте Если отец что-то не дает Это для тебя Господи Только вот этого мужчину Только его И Господи Только его Ну что, получила Ну и что Я знаю Ты сейчас будешь тихо сидеть Потому что он рядом с тобой Господи Его одного А потом сидишь И говоришь Господи Что это было Господи А Господь говорит Бачил его А ты что брал А ты брешь Ты хоть повылась Видели что Видели что Видели глаза Что брали Теперь Ешь тебе хоть повылась Теперь оно твое Это чудо и знамение Держи его Я знаю А меня сейчас будет Мало Не вдумай Не вдумай Слиться Не вдумай Не вдумай Расколоться Держись Все нормально Я научился С папой Разговаривать Так Если папа Что-то не дает Это значит Для моего блага И все Я просто доверяю Папа не даешь Он говорит Нет не даю Я говорю Спасибо Хорошо Так как Смотрите Какое интересное Открытие конференции Мы сейчас задумались Над нашими ценностями Не так ли Вот просто задумался Вы знаете Что И то что я вам сейчас Рассказал За вот эти Вот где-то 45 Может быть час Иисус меня проводил Целые несколько лет Он говорит Я хочу стать Твоей единственной ценностью И как только Я говорю Господь Он говорит А кто твоя ценность Я говорю Ты Он говорит Тогда наслаждайся мной Я такой Окей Господь мы Он говорит Нет Наслаждайся мной И мне нужно было Себя полностью Обрезать От всех Хотелок А не по умолчанию Они там где-то все растут Это все где-то Куда-то ответвляется Что-то оно Что-то хочет Куда-то растет Что-то там захватывает Во имя Иисуса Иисус говорит Расслабься Я говорю Иисус А что Он говорит Ты Сынок пойми Что говорит Когда ты со мной Все будет тебе дано Именно то И именно в таком количестве Которое тебе нужно Прямо сейчас И в этом сезоне Ни больше Ни меньше Эймон Воздайте ему славу Иисус Церковь Должна научиться Абсолютно И тотально Доверять Своему Богу Вы заметили Почему мы с вами Нервничаем Не спим Дергаемся Нервные расстройства На массажи ходим Нас заклинило Где-то там Потом Аллилуйя Так надо поменьше шутить Потому что это время Уходит на это все Почему? Потому что мы Не доверяем Богу Почему? Потому что Сладкий сон У того Кто доверяет Богу А Бог не дал Значит так надо Спим Семья Я понял одно Все эти расстройства Суета Все вот эти Мы завоюем Мы возьмем И когда Иисус Ко мне подошел И сказал А для кого Ты хочешь Завоевывать Брать Я говорю Для тебя Он говорит А я тебя не просил И тут ко мне Откровение пришло Оказывается Я завоевать И все хотел Для себя И потом Я сказал Так это ж легко Ничего не хотеть Он говорит Да Я вас всех Хочу расслабить Просто успокоить Ищите Меня Если мне Что-то от тебя надо Сын Семья Я понял одно Когда Богу Что-то от тебя надо Это настолько Бремя легко И иго благо Бремя легко Кто-то понимает Когда Иисус говорит Сынок Нужно это сделать Я по умолчанию Знаю Что тот Кто тебя Отправляет Тот тебя И оснащает Еще раз Тот Кто тебя Отправляет На определенную Миссию Он тебя Оснащает Это значит Что ни в чем Не буду Иметь нужды Если у меня Или у тебя Нужда Это ты Отправился Сам И оснащать Себя будешь Сам И вы знаете Я пару раз Себя Пооснащал И потом понял Не хочу Я так больше жить Мы же себе Знаете Мы же себе Миссию От Бога Сами можем Придумать Просто раз Знают Как мы умеем Мы так умеем Миссию сделать Для себя От Господа И еще Всю церковь Активировать Аллилуйя А они вместо Того Чтобы у Бога Спросить Тебе верят Тишина такая И вы знаете Я после Некоторых Активаций Потом смотрю Я иду Я тащу Я мотивирую Потом думаю Да зачем Оно нужно Все И Бог говорит Сынок Успокойся Когда я Отправляю Я оснащаю Семья Не просто ли Если я Себя оснащаю То зачем Оно мне Надо Если оно Ему не надо Зачем оно Надо мне Спи Спокойно Но наше Эго не дает Мне же нужно Брату Степану Показать Что я Не лыком Шит И у меня Служение Тоже И у меня Тоже Аллилуйя Аминь Аллилуйя Аминь И Успокойся Меньше Тебя знают Легче Спать Будешь Некоторые Люди Говорят Я тоже Хочу Чтобы Меня Все Узнали Поверь Человеку С опытом Не Хочешь Не Хочешь Спи Спокойно Я Наслаждаюсь Честно Я наслаждаюсь В обществе Где меня Не знают Наслаждаюсь Потому что Ты можешь Быть Простым Андрюхой А когда Тебя знают Тебе нужно Правильно Ходить Правильно Говорить Правильно Себя Вести Говорить Братья И сестры А когда Тебя никто Не знает Ты можешь Просто Расслабиться Не так ли Брат Пастор Я помню Сижу Занимаюсь Там В клубе Знаешь Потный Такой Вонючий Брат Пастор Я Подскочил Честь Чуть Не Отдал Отпустите Меня На свободу Позаниматься В спортзале Чтобы Меня Никто Не Знал Аллилуйя Кстати Я Полюбил Ковидную Маску Я Серьезно Моя Жена С Меня Ржет Андрей Почему Ты В спортзале До сих Пор Носишь Маску Меня Никто Не Узнает Одел На Мордик И Все И Все В Порядке В Порядке Ковида Нету Я Знаю 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 У Меня Есть Цель Почему Я Ее Ношу Ну Представ Ты Занимаешься Кто-то Подходит За Пророчеством Какое Пророчество Ты Только Что Сбил Меня Сколько Я Раз Делал Раз А Тебе Нужно Быть Всегда Духовным Им Ты Ты Пастор Смеетесь А Это Реальность У Кого-то Это Реальность Так Мне надо Закруляться Потому что Нам Чем Всем Очень Хорошо Стало Еще Чуть Чуть Есть Да Потому что Скоро Джереми Сейчас Переймет Тестафету Приготовьтесь Сейчас Будет Бомба Следующая Бомба Будет А Следующие Два Дня Это Вообще Будет Ух Я Так Приготовься Бог Будет Что-то На этом Месте Делать Иисус Что-то Для Тебя Приготовил Иисус Иисус Хочет Выровнять Наши пути И нас Успокоить И это Хорошо Кто-нибудь Задумался Никогда Над таким Выражением Что такое Сила Христа В тебе Это Уровень Победы Христа Над Твоим Эго И Твоим Я Вы знаете Я когда-то Богу Задал Вопрос В Библии Читаем Сила Христа Во мне Слава Христа Победа Я говорю Господь Что это Он говорит Это Именно Уровень Моей Победы Над Твоим Я И Эго Вот Когда Тебя Мало Мало Меня Может Быть Много Много Когда Вот Ты Вот Ты Перестанешь Говорить Ты Я Могу Говорить Поймите Иисус Ты И Знаете Что такое Трансформация Это Как Шприц Вот Когда Ты Выталкиваешь Из шприца Жидкость Это Примерно Вот Ты Выталкиваешь Себя И Заполняешься Христом Кто-то Понимает Да То есть Там Или Или Процентально И Поэтому Я говорю Господь Вытесняй Меня Чтобы Тебя Становилось Больше И Вот Здесь Нам Нужно Потерять Своё Эго Свои Желания Своё Я Свои Эмоции Вы Знаете Когда Ты С Ним Знаком Как Не Тяжело Жить Люди Говорят А Что Дальше Делать Я Говорю Если Что-то Нужно Делать И Иисус Мне Скажет Некоторые Даже Не поняли Какая Глубина Семья Когда Мы С вами Уверены Во Христе Меня Ничего И тебя Не должно Не пугать Не напрягать Я Сплю Спокойно Если Христу Надо Я Нахожусь Близко С Ним Он Мне Скажет Если Что-то Он Не Говорит Оно Мне Не Надо И И Искать Я Это Не Собираюсь Когда Ты Видишь Такого Нервного Христианина Расстроенного Который В поисках Чего-то Ему Нужно Вернуться Назад В Христа И Просто Успокоиться Глубина Твоего Откровения И уровня Проекции Христа Через Тебя Это Глубина Христа В тебе Это Достигается Твоей Смертью Для себя И Уступлением Своего Существа Для Иисуса Христа И Уже Не Я Живу И Уже Не Я Хочу И Мне Уже Ничего Не Интересно Честно Сказать Когда Люди Говорят Пастор Что Ты Хочешь Вы Знаете Я Ничего Не Хочу Серьезно Знаете Что Такое Зрелость Я Понял Что Такое Зрелость Это Ничего Не Хотеть Не Поняли Ты Хочешь Пробуждение Я Буду Хотеть Пробуждение Когда Мне Только Иисус Его Придет И Мне Попросит Это Делать Почему Потому Что Вы Не Представляете Что Такое Пробуждение Сколько Работы Семья Мы Должны Желать Только Того Чего Желает Дух Бога Внутри Нас Знаете У кого Я Этому Научился Примеру Иисусу Христу Вот Ходит Иисус Христос По И вот Напрочь Не Делает Ничего Делает Только То Что Видит Отца Творящим Можете Представить Сколько Голодных Иисус Не Накормил Нет Ты Молчишь Сейчас А я Тебе Даю Гарантию Много Сколько Слепых Иисус Не Иисус Не Возьмите Только Вефезду Одного Иисус 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 Никогда Не Приходил Какой Ты Сын Божий Аллилуйя Тут Страдают Умирают И ты Исцелил Одного Который Даже При смерти Не Был Он Он Был Дальше Лежать Еще Б 40 лет Пролежал Кто Ему Мешает Там Вон Умирают Семья Я Я Научился Полному Покою От Иисуса Христа Он Ходил По земле И делал Только То Что Отец Ему Говорил Он Даже Женщину Ее Дочь Освободил От Демонов И то Через Через Напряг Не Мешай Детям Кушать Хлеб Помните Такое Нелюбовное Выражение Христа Негоже Бросать Хлеб Сам Опа Иисус Как ты Обидел Женщину А его Бог Туда Не посылал Ему Бог Не сказал Никого Не освобождать Семья Я хочу Объяснить Тебе Что Послушание Должно Быть Намного Как вам Сказать Послушание Должно Быть Выше Эмоций И чувств Заметьте Сколько Христиане Делают Из чувств И сколько Делают Из послушания Вопрос Если Вы услышали Глубину О чем Я сейчас Говорю Знаете Почему Бог Не употребляет Многих Людей Потому Что Они Умрут Делая Что То Из чувств Но Они Абсолютно Не хотят Слышать Что Бог Говорит Не твердовато Лина Сегодня Хотел Сегодня Так Немножко Юшечку Дать Что Кусок Мяса Залетел Что Жуется Тяжело Вижу По Глазам Господи Как Такое Может Быть Вот Такое Может Быть У Бога Послушание Больше Многих Жертв Слышали Такое Послушание Семья Вы Думаете Если Вы Когда Небудь Видели Человека Действительно В Позиции Этот Человек Я вам Даю Гарантию Он Послушан Больше Чем Эмоционален Эмоции Не Могут Руководить Тобой Иначе Бог Не Может Тобой Пользоваться И употребить Тебя Когда Ты Эмоционален Больше Чем Послушан Ты Десквалифицирован Небом Для работы Если Вы Услышали Что Я Сейчас Сказал Когда Мне Бог Это Сказал Я Говорю Господи Он Говорит Стоп Говорит Когда Мне Нужно Дать Тебе Эмоции Что Попросить Тебя Знаете Сколько Людей Себя Десквалифицировали Из-за Эмоций Бог Говорит Не Иди Господи Какой Я Христианин Вот Так Дьявол Всех Нас И Берет Я Двигаюсь Да У 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 Но Они На Втором Месте После Послушания Послушание На Первом Месте Ты хочешь Быть Употреблен Небом Приготовься Потому что Дьявол Начнет Употреблять Эмоции И Повороты И Чувства И Все Это Начнет И ты Такой Поеду Туда Буду Делать Это Знаете Почему Большинство Пасторов Сгорают Хотите Узнать Ответ Потому что Они Двигаются Из Эмоций А Не Из Послушание Я Когда Богу Задал Вопрос Бог Ты Его Призвал Да Почему Он Сгорел Потому что Он Двигается Из Эмоций Желая Помочь Людям А Я Его Туда Не Посылал Он Идет Делать Что На Чего Я Его Не Просил Он Себе Придумал Что Христос Хочет Значит Я Пойду А Христос Тебя Не Посылал Есть Определенные Вещи Которые Он Тебе Разрешает И Не Разрешает Делать Это Может Звучать Даже Немножко Так Знаете Холодно Так Немножко Даже Твердовато Ты Хочешь Жить Счастливо Ты Хочешь Адекватно Жить В этой Жизни Служить Христу Ты Должен Научиться Послушанию А Не Эмоциональности Кстати Это Отдельная Тема Сколько Я знаю Людей Которые Сгорают Теряются Кулаками В небо Машут Где Господь Где Бог Бог Говорит Я Там Где Находился Там И Сижу Все Что Происходит Для Этого Есть Воля И Цель И Все Что От Тебя Требуется Сынок Потому Что Ты Не Видишь Всей Картины Ты Видишь Только Один Пазл И Этот Пазл Должен Слушаться Хозяину Этой Картины Куда Он Тебя Поставит Вот То И Будешь Делать Если Бог Тебе Не Говорил Ты Это Не Будешь Делать И Серьезно Я Научился И Бог Говорит Смотри На Христа Я Говорю А Я Тоже Такой Христос Всем Помогал А Дух Свят Он Говорит Всем Ли Христос Помогал Всех Ли Он Неселил Нет Он Только Делал То Библия Говорит Что Видел Отца Творящим Интересно Иисус Жил В Полнейшем Тотальном Послушании Небесному Отцу И Вот Это То Что Церковь Должна Научиться Делать Именно По Этой Причине Бог Допускает Чтобы Мир Произвел На Нас Давление Потому Что Только Так Проявляются Сыновья Несущие Не себя И свои Желания А Несущие Отца И его Царство Человек Это Единственное Создание Бога Которое Было Сотворено Незавершенной Формой Как вам Объяснить Это Когда Бог Творил Все Он Сотворил Птиц Завершенная Форма Больше Ничего Не отнять Не добавить Все со мной Когда Он Сотворил Животный Мир Не отнять Не добавить Когда Он Сотворил Море Рыб Не отнять Не добавить Все Когда Он Сотворил Деревья Реки Не отнять Не добавить Но Когда Он Сотворил Человека Он Сотворил Его В процессе Незавершенным Ты слышишь Меня Это Говорит О том Что Он Хотел Продолжать Тебя Учить И Превращать Преображать Потому Что Смотря На Него Библия Говорит Да Мы Преображаемся То Есть Еще раз Говорю Да Человек Был создан Как Человек Но Он Был Не Завершен Как Функция Как Сын Бог Продолжал Ходить Учить Его И Продолжать Формировать Его Из Человека В Сына Божьего Процесс Дьявол Помешал Этому Процессу Помните Да Он Просто Пришел И Сказал Вот Возьмите И будете Как Боги Это Значит Что Бог Примерно Туда Вел Людей Но Он Вел Через Жизнь Через Откровение Через Бога Вот Почему Знание Опасно Без Вы не услышали Меня Вот Почему Когда Человек Вкусил От Дерева Познание Кто-то Понимает Да Познание Вот Но Человеку Сначала Как Вам Сказать Мы Должны Сначала Быть Иметь Духовное Откровение Сначала Мы Должны Быть В Боге Вот Почему Самознание Без Духа Опасно Вот Почему Дьявол Сказал Вкусите И Вы Будете А Бог Хотел Нас Туда Довести Через Атмосферу Через Познание Через Как Вам Сказать Через Чувство Через Откровение Того Кто Бог Есть То Бог С одной Стороны Хотел Тебя Туда Довести А Дьявол Со Сторон Знания То Совершенно Опять же Говорю Это Другое Откровение Это Очень Глубокое Откровение Вот Почему Сейчас Бог Ведет Тебя В Дух А Дьявол Забрасывает Тебя Знанием Заметили Это Если Вы Сейчас Услышали О чем Я говорю Бог Ведет Тебя К Себе А Дьявол Забрасывает Тебя Откровениями Знаниями Умозаключениями Потому Что Знание Должно Ити Второстепенным После Атмосферы Духа Святого Кто-то Понимает Да И я Уверен Что Нам Может Быть Бог И дал Возможность Бы В процессе Познать Иначе Мы Никогда Не Стали Настоящими Сыновьями Бога Нам Тоже Нужно Было Познать Что Такое Добро И Зло Как Бог Но На данный Момент Мы Еще Недостаточно Знали Сущность Бога Чтобы Заиметь Знание Кто-то Слышит Меня Вот Почему Бог Хочет Сначала Тебя Познакомить С собой И потом Только Давать Тебе Знание Кто-то Понимает О чем Я говорю Вот Почему Поклонение Вот Почему Когда Мой Сын Рос Когда Наши Дети Растут Вы Заметили Что Сначала Они Получают Незнание Они Получают Папу И маму Они Получают Любовь Они Получают Чувство Атмосферу Они Получают Нежность Они Получают Все И только Потом Вырастая Получают Знание Примерно Вот Это Господь Добивался Он Хотел Тебя Знакомить И Знакомить И Знакомить С собой Потому Что Познакомив Тебя С С С Натурой Когда И Пришло Знание Информация Она Никогда Тебя Не Сбила Но Когда Знание Пришло Раньше Атмосферы Знание Увело Тебя Ответьте Мне на Такой Вопрос Почему Человек Вкусил От дерева Знание Добра И зла И Выбрал Зло Человечество Становится С каждым Годом Хуже И хуже Оно Не лучше Становится Объясните Мне Почему Потому Что Добро Выбирается Тогда Когда Ты Познакомился С Источником Любви Кто-то Слышит То есть Нам надо было Сначала Откровение Его Любви Атмосферы И потом Когда мы Принимаем Знание Мы Теперь Хотим Вот Это Черпать И добро Почему Библия Говорит Когда Человек Когда Адам И я Вкусили Бог Говорит Они Стали Как Мы Знающими Добро И зло Это Значит Что В своей Сути Бог Имеет Информацию Обо Всем Но Из Того Кто Он Он Всегда Выбирает Только Любовь И Только Добро И в нем Библия Говорит Никакой Нет Тьмы Вот Это Бог Хотел Нас Туда Довести Кто-то Понимает Да Но Сейчас Семья Мы Туда Именно Доходим И Мы Должны Выбрать Его Кто-то Понимает Мы Должны Выбрать Атмосферу Вот Почему Я Хочу Быть С С Ним С Ним И С Ним Почему Потому Что Когда Я Влюблен Любовь Выбирает Я хочу Сейчас Я хочу На этом Сейчас Делать Ударение Некоторые Люди Вы знаете Что Сейчас Большинство Христиан Воюют С тем Чтобы Не Грешить Знаете Да Ну Скажи Аминь Да Ты сидишь Сейчас И говоришь Господи Что Вы Сегодня Вечером Не Согрешить Аллилуйя Аллилуйя Вот Или Чем-то Заняться Или Чем-то Засуетиться Чтобы Не Согрешить Знаете Ли Что Это Абсолютный Абсурд Когда Ты Влюблен Ты Никогда Не Будешь Грешить Против Того Кого Ты Любишь Объясняю Я Влюблен В Мою Жену Это Она Моя Жизнь Опять же На земле Это Мой Человек Это Кусочек Моей Души Это Мое Сердце Нас Бог Соединил Вместе Когда Я Люблю Я Никогда Против Него Не Согрешу Мне Не Надо Держаться Кто-то Слышит Меня Вот Почему Бог Говорит Перестаньте Пытаться Не Грешить Возлюби Если Вы Поняли Сейчас Возлюби Господа Бога Твоего Всем Сердцем Разумением И Крепостью Зачем Потому Что Любовь К Богу Определит Все Твои Действия Почему Человек Грешит Потому Что Люди Не Познали И Не Стремятся И Не Хотят Быть В Любви Бога Семья Любовь Опять же Говорю Определяет Наши Действия Чем Больше Я Иду В Него Тем Меньше И Меньше Я И Хочу И Делаю И Это Вообще Влечет Меня Потому Что Атмосфера Диктует Мои Действия Вот Почему В Начале Нужна Слава И Атмосфера И Только Потом Откровение И Только Потом Знание И Только Потом Информация А Иисус Увлеки Нас За Собой Любимый Иисус Я За Ним Иду Дорогие Не Потому Что Он Мне О Себе Рассказывает Хотя Это Хорошо Я Иду За Ним Потому Что Он Влюблен В Меня Я Влюблен В Него Я Переживаю Его Я Чувствую Его Я Хочу Больше Его В моей Жизни Потому Что Я Понял Секрет Настоящей Сильной Мудрой Крепкого Хождения В Боге Это Настоящая Любовь К Нему И Когда Я Влюблен В Него Любовь К Нему Определяет Все Мои Действия Мне Не Надо Напрягаться Мне Не Надо Как бы Христос В этом Случае Поступил Ты Знаешь Как Христос Поступил Потому Что В тебе Его Любовь И Действия Вытекают Из Любви Это Сильно Я Буду Закругляться Дорогие Небо Не Может Двигаться На Полную Силу Через То Что Не Принадлежит Полностью Богу Поэтому Когда Ты Перед Ним Когда Ты С Ним Просто Проси Его Да Пожалуйста Музыканты Можете Пойди Сюда Когда Ты С Ним Проси Его Отец Окуни Меня В Себя Погрузи Меня В Твою Славу Дай Мне Познать Тебя Настолько Глубоко Что Ничего Даже Не Сможет Меня Увлечь Семья Как Вам Это Объяснить Когда Ты Влюблен Когда Кто-то В твоей Жизни Доминирует Все В твоей Жизни Выходит Именно Из Этого Кто Является Главой Кто На Троне Твоей Жизни Кто На Троне Твоего Сердца Если Это Иисус Христос То Ты Будешь Удивлен Что Он Начнет Делать С Тобой И Через Тебя Давайте Мы Поднимемся Дорогие Давайте Сейчас Просто Попросим Его Чтобы Он Коснулся Нас Сейчас Может быть Кому-то Из вас Нужно Перезаключить С Ним Завет Просто Сказать Ему Отец Я возвращаюсь Любимый Я возвращаюсь К Тебе Мне больше Ничего Не нужно Я хочу Искать Только Тебя Только Твое Лицо Я хочу Быть С Тобой Я хочу Знать Тебя Я хочу Полностью Опираться На Тебя Я хочу Быть С Тобой Если Кто-то Хочет Выйдите Сюда Просто Станьте На колени Вот Здесь Просто Поговори С Ним Сейчас Просто Поговори С Ним Если Кто-то Из вас Не знает Его Первый Раз Просто Приди С Ним И Отдай Ему Свою Жизнь Так И Скажи Иисус Я Отдаю Тебе Мою Жизнь Я Отдаю Тебе Мою Жизнь Тихонько Не надо Никаких Эмоций Семья Просто Пойми Что Он Центр Твоей Вселенной И Я Без Него Ничего Не хочу Я Без Него Ничего Не могу Я Абсолютно Твой Иисус Я Абсолютно Твой Просто Покорись Ему Доверься Ему Доверься Ему Доверься Ему Я Я доверяю Тебя Тебя Ты Моя Любовь Ты Моя Жизнь Ты Мой Покой О Ты Моя Судьба Иисус Поклонись Ему Просто Поклонись Ему Поклонись Ему Царь Я Поклоняюсь Тебе Царь Я Превозношу Тебе Просто Отдай Ему Твое Сердце Прямо Сейчас Перепосвяти Свою Жизнь Если Кто-то Отошел Если Ты Был Пойман В суету В какую-то Ложь Дьявола Просто Вернись Назад В его Объятья Он Ждет Тебя Вернись Назад Отрекись От лжи Дьявола Перестань Переживать Первое Что Дьявол Ворует Он Ворует Твой Мир Твой Покой И Когда Ты Возвращаешься К Богу Приходит Мир Уверенность Покой Приходит Радость Приходит Счастье Несмотря ни на что Я Твой Иисус Я Твой Любимый Я Абсолютно Твой О Я Абсолютно Твой О Приготовь Своё Сердце Приготовь Своё Сердце Бог Будет Делать Великие Вещи На этой Конференции Просто Приходи С верой Приходи Голодный Приходи Жажду Жи О Я Жажду Тебя Я Жажду Тебя Я Мечтаю Только О Тебе Любимый Мой Иисус Ты Моя Драгоценность Ты Моя Любовь Ты Моя Жизнь Ты Моя Жизнь Ты Мой Покой Ты Моя Судьба Ты Моя Драгоценность Ты Мой Покой Ты Мой Комфорт Во время Шторма Ты Мой Уют Во время Бури Ты Моя Любовь Ты Мой Фундамент Ты Моя Жизнь Я Никогда Ничто Не Поменяю Я Не Променяю Тебя Ты Моя Жизнь Живу Тобой Дышу Тобой Ты Моя Судьба Ты Моя Реальность О Я Благодарен Тебе Святой Я Благодарен Тебе Святой Я Благодарен Тебе Родной Увлеки Нас За Собой Пропитай Нас Собой Мы Жаждем Видеть Сыновей И Дочерей Уверенных Крепких Непоколебимых Недвиженных Ветрами Суетой Эмоциями Мы Утверждены К Тебе Мы Утверждены На Тебе О Я Абсолютно Твой Я Абсолютно Твой Я Абсолютно Твой Святой Вся Вся Абсолютно Твой Родной Вся Сила Ты Исцеляешь Меня Ты Успокаиваешь Меня Вся Абсолютно Твой Я Твой Я Твой Поклоняйся Просто поклонись Ему Поблагодари Его Не Давай Ничего Забрать Твой мир И покой Он Твой Он Следит За тобой Он Наблюдает Он Охраняет Тебя Он Исцеляет Тебя Он Бережет Тебя Надейся На Него Уповай На Него Встрой Свою Жизнь Только На Нем Только Он Только Он Только Он Любимый Мой Любимый Мой С С С С С Поклонись Ему Жди Его Ищи Его С Раннего Утра Пусть Его Имя Будет На Твоих Устах Когда Ты Засыпаешь Пусть Слава Из Твоих Уст Течет Для Него Я Люблю Тебя Я Люблю Тебя Я Люблю Тебя Иисус Я Люблю Тебя Святой Дух Святой Дух Святой Дух Святой Вся Чем Святой 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 Иисус Приходит Исцеление Пусть Прямо Сейчас Исцелится Твоя Душа Исцелится Душа Он С Тобой Он Любит Тебя Он Держит Тебя За Твою Руку Доверься Ему Просто Доверься Ему Просто Доверься Ему Не Дай Нечему Лишить Тебя Покоя И Уверенности Вся Слава Держит Тебя За Твою Руку Он Исцеляет Тебя Он Успокаивает Тебя Он Жизнь Твоя Он Жизнь Твоя Спасибо Исцеляет Слава Вся Сила В Тебе Вся Ч Вся Слава Вся Сила В Тебе Вся Спасибо Иисус Вся Слава Вся Сила Посвяти Ему Свою Жизнь Тебе Прямо Сейчас Прошу За Тех У Кого Разбито Сердце Прямо Сейчас Пусть Придет Исцеление У Кого Разбита Жизнь Разбита Душа Бог Исцели Прямо Сейчас Прямо Сейчас Дух Святой Хочет Коснуться Тебя Исцелить Тебя Он Хочет О Тебе Новую Надежду Будущее Абсолютный Покой Абсолютный Покой Во имя Иисуса Христа Пусть Уйдет Вся Забота Все Переживания Пусть Уйдут Это Не Для Сыновей Бога Для Сыновей Бога Покой Мир Уверенность Потому что Наш Бог На троне Наш Бог Держит Все в своей Руке Несмотря Ни на что Мы Абсолютно Отдаем Всю честь Тебе Всю славу Спасибо Любимый И все Сказали Эймен Воздай Бу Славу Иисус Иисус Достоин Ты Достоин Поднимаются Сыновья И дочери Поднимается Чистая ДНК Поднимается Чистая ДНК Иисус Я Жажду Только Тебя Только Тебя Только Тебя Любимый Только Тебя Амин Аллилуйя Аллилуйя Присаживайтесь Дорогие Дорогие Давайте мы Сделаем Просто Благословим Финансово Это место Это Событие Открой Своё сердце Давайте Благословим Это место У нас Будут QR-коды Да, Саш Как у нас Там будет У нас Есть Что-то Что-то Будет А на Стене Справа От Меня Слева От Вас Также Дорогие Здесь Будут Вёдра Стоять Мы Сейчас Об Этому Помолимся Открой Своё Сердце Пусть Бог Благословит Может быть Бог Скажет Тебе Сделать Особую Жертву Слушай Дух Святой Аллилуйя Если ты готов Вы можете прийти Пожертвовать Дорогие Можете прийти Пожертвовать Да Благословит Вас Бог Аллилуйя Мы Благодарим Иисуса За каждую Жертву Мы Благодарим Это мероприятие Будет Покрыто Мы Благодарим Тебя Любимый За Твою Любовь К нам Мы Верим Что Будет Совершаться Великие Чудеса Я Знаю Здесь Будет Кто-то Активирован В своем Призвании Я знаю Прямо Сейчас Бог Начинает Кому-то Говорить О Я верю Поднимутся Новые Служители Новые Пасторы Будут Открыты Новые Домашние Группы Почему Отец О Я знаю Это Дорогие Я знаю Кому-то Бог Прямо Сейчас Это Говорит Я это Чувствую Я не знаю Кому Но Я знаю Одно У кого-то На сердце Уже Определенное Время Бог Говорит Тебе Ты должен Открыть Твой Дом Ты должен Открыть Своё Сердце Бог Хочет Через Тебя Кого-то Исцелять Кому-то Помогать Я знаю Здесь Будут Активированы Призвания Здесь Будут Активированы Здесь Такая Атмосфера Семья Здесь Такая Атмосфера О Приготовься За эти Три Дня Бог Будет Делать Уникальные Вещи Уникальные Вещи Уникальные Вещи Твоя Жизнь Абсолютно Больше Прежней Не будет И это Не будет Делать Человек Это будет Делать Атмосфера И присутствие Святого Духа О Я помню Это время Я помню Это время Когда Иисус Попросил Меня Это был Девяносто Третий Год Это была Моя Встреча С Ним Он Показал Мне Вещи Он Говорит Сынок Пойдешь Ли Я сказал Любимый Для тебя Пойду До конца Пойду Не важно Ничего Не важно Никакие Вещи Атаки Ненависть Сплетни Грязь О Ради Душ Которые Должны Встретиться С Иисусом Не иди Сам Но если Дух Святой Тебя Побуждает Ты почувствуешь Ты почувствуешь Ты почувствуешь Эта тяга Внутри Этот голос Он не будет Умолкать Он будет Тебя Продолжать Влечь И влечь И влечь Он нежно Будет Звать Тебя Он нежно Будет Звать Тебя Он нежно Будет Звать Тебя Потому что Через тебя Бог будет Делать Уникальные Вещи Ты сын и дочь, все, что тебе нужно, ищи Его лица, ищи Его присутствие, и все сделает Бог. Драгоценно я благодарю Бога за каждую жертву, я верю, что все расходы будут покрыты во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас, о, некоторые из вас получат исцеление, физическое исцеление, я чувствую, уже в зале кто-то получил физическое исцеление, я это чувствую. Сейчас не надо свидетельствовать, для этого, может быть, время будет попозже, но я чувствую, что кто-то получил физическое исцеление. Я благодарю тебя, Иисус, в атмосфере Духа Святого, просто принимай свой прорыв, принимай исцеление, принимай мудрость, близость, просто принимай. Приготовься, Бог накрывает стол, Он накрывает стол, приготовься, ты любимый, ты ценный. О, Бог восхищается тобой, Он восхищается тобой. Спасибо тебе, Иисус. Ух, вот такая атмосфера, ха-ха, вау, такая атмосфера. Прямо сейчас принимай свое исцеление, принимай свое исцеление. Кто-то получает исцеление от позвоночника, я чувствую здесь позвоночник. Исцеление, исцеление позвоночника, прямо сейчас. Исцеление позвоночника. Ты не будешь больше мучиться. Я вижу, кто-то не может спать, именно потому, что тебя мучает позвоночник. Всю ночь я вижу тебя, ты крутишься, вертишься, боль. Я прямо сейчас говорю тебе, Бог исцеляет тебя. Бог исцеляет тебя, ты будешь спать. Ты будешь спать спокойно, у тебя будет покой. Во имя Иисуса Христа. Пусть укрепляются кости, мышцы и сухожилия позвоночника. Нижняя часть, вот здесь. Я прям чувствую, кого-то Бог исцеляет прямо сейчас. Прямо сейчас исцеление костей. Исцеление костей. Я чувствую, кто-то получает исцеление в коленах. В коленных чашечках у тебя была боль. У тебя, я чувствую, у тебя как будто горел огонь. Как будто пекло, болело, пекло. Бог прямо сейчас исцеляет твои коленные чашечки. Прямо сейчас. У тебя больше не будут болеть ноги, больше не будут болеть колени. И Иисус это видит, и Он говорит, принимай это исцеление прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Я чувствую, кто-то сейчас получает исцеление в легких. Ты не мог полностью набирать грудь легкие. Ты не мог воздух набирать полной грудью. Я чувствую, как прямо сейчас Бог исцеляет твои легкие, и ты сможешь набирать полную грудь воздуха. Больше не будет препятствий, ты сможешь дышать, ты больше не будет кружиться голова. Я чувствовал, как будто у кого-то кружилась голова, как будто тебе не хватало воздуха. Бог прямо сейчас исцеляет твои легкие, у тебя больше не будет головокружений, ты не будешь терять сознание, Бог исцеляет тебя прямо сейчас. По-моему, я в Джереми портал заскочил. По-моему, это уже... Не знаю, накрыло. Накрыло. Знаешь, когда вот это идет... Поэтому принимай, если у кого-то позвоночник, прямо сейчас высвобождается исцеление, просто бери это верой, верой бери. Отец, скажи, это мое, я принимаю это исцеление, больше не будет болеть мой позвоночник, больше не будут болеть колени, Бог исцеляет твои колени, Он исцеляет твои легкие. Вот эти три вещи я четко вижу прямо сейчас, прямо сейчас Иисус исцеляет их. Аллилуйя. Ну мы для Джереми что-то оставим, а? Воздайте Ему славу! Воздайте Ему славу! Воздайте Ему славу! Иисус хороший! Иисус прекрасный! Аминь! 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 Продолжение следует...